Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсиновский, теперь я расскажу, чему мы научимся в курсах по освоению ListView и DetailView. Не цепляйтесь, у меня произношение хреновое. Итак, наша задача в первую очередь писать сайты, какие мы задумали, а не то, что получится. Это делать профессионально. На данный момент мы с вами прошли уже URL, и у вас была задача довести все уже до профессионализма. Теперь, я сейчас рассказываю. До профессионализма довели и так же делать с представлениями. Иными словами, мы с вами научились извлекать URL послуг ранее, ID, используем Namespace, пространство имен, и GetAbsoluteUrl. То есть, эти знания у вас должны уже отлетать. Вы не должны больше задумываться, как извлекать URL. Мы достаточно написали уроков. Теперь наша задача освоить две вещи, ListView и DetailView. Иными словами, назову так, как пишут ListView и DetailView. Иными словами, ViewHee. На самом деле, Django имеет огромное количество методов и миксинов. Но все они работают по одному и тому же принципу. Поэтому, когда мы разберемся с вот этими двумя вещами, все остальное станет на места. То есть, вы сможете с этого момента полноценно пользоваться документацией. Пока же я подготовил уже приложение, да, и подготовил план, чтобы вам рассказать, что делать. Итак, давайте коротко. Что нам надо сейчас понять? Первое, что нам надо понять, мы в этом курсе учимся разбираться в Django, а не делаем по какому-то шаблону. То есть, из курса вы должны понять, что у вас есть много вариантов. Сейчас я о ней как раз хочу рассказать. Всего Django, допустим, ViewHee.List имеет 9 методов. Вы скажете, зачем так много? На самом деле, разработчики ответили на этот вопрос, чтобы мы могли делать сайты до точки. Сейчас поймете, что это намного больше, чем вам кажется. Наша основная задача по пункту 2. Мы будем работать, опять же, в четырех направлениях. То же самое, что мы и делали ранее в GetLink App, работая с URL. То есть, мы работали одновременно с моделями, с URL, с представлением и шаблоном. Иными словами, надо видеть весь комплекс и уже на основе этого применять решение. Просто в работе с URL мы подходили именно с URL, а уже все остальное подстраивали под URL. В данном случае мы будем подходить по-другому. Вот именно в этом порядке, который описан. Мы будем подходить со стороны представления. Я уже его подготовил. Сейчас расскажу идею и покажу некоторые фрагменты, чтобы вы понимали. А мы с вами все это потом очень подробненько разберем и все ручками, ручками, ручками пропишем. Я называю его просто ViewUp2. Итак, данное представление, ну давайте по порядку. Ранее у нас, ребят, была более простая модель. Если мы посмотрим ранее, допустим, GetLink App. Мы идем от простого к сложному. Была довольно простая модель. В данном случае мы изучили, начали работать, изучать поля. Это очень важно. Поняли принцип составления моделей. Но модель банально простая. Сейчас в данном курсе, в этой ViewUp, мы немножко усложним модель. А что значит усложним? Ну, во-первых, мы напишем уже три модели. Так как основные поля мы уже знаем, то здесь мы уже познакомимся и хорошо разберемся с некоторыми другими аспектами. Такими как отношение многие ко многим, money to money. И отношения многие к одному, foreign key. Иными словами, научимся связывать модели. Данное, поехали дальше. Буду по своему плану, который я специально составил для вас. Так, основная наша задача. Наша основная задача будет то, что я всегда продвигаю в школе работать именно с документацией. То есть мы с вами то, что и делали с URL, и вы должны были уже пройти, должны себе в первую очередь. И, например, по URL у вас должно бы выработаться уже быть легкое чтение документации, легкое понимание. То же самое нам надо сделать и с этими методами. Значит, большое внимание мы будем уделять работе в Jupyter Notebook. Для чего? Для того, чтобы нам очень четко разобраться с API-моделями. То есть мы четко должны представлять, как извлекать данные, каким образом. Это нам даст возможность планировать и потом уже понимать, что переопределить. Поехали дальше. Следующий момент. Мы продолжим работать с исключениями. Ребят, ну тут вообще на самом деле стыдобо и позорище. Когда вообще я начал школу, первое, к чему я говорю ребятам сделать, это работать. Первые полгода человек должен работать на своей системе работы с кодом. Внизу есть ссылки с видео, будут в любом случае. Посмотрите, там целый лист, там поймете, о чем я говорю. Если нет системы работы с кодом, писать код вы не будете. Все банально просто. Если мы пробегаемся, это потом. То есть мы не читаем весь код, что-то пропустили. Это потом, это ладно, работает и добре. Это и есть система работы ваша с кодом. Через год, гадалки не ходи, вы код будете примерно понимать, писать не сможете. Я предлагаю иную систему работы с кодом. Видео посмотрите. Поехали дальше. Так вот, возвращаемся к исключениям и ошибкам. Я еще не все договорил. Давайте посмотрим. Я показывал это в URL. Если взять сайт, которым много очень программистов, то мы видим всегда одни и те же исключения. В большинстве случаев. По сути дела, в чем здесь проблема? Проблема в совсем другом. Проблема здесь не в Django, проблема в незнании Python. Почему? Потому что на самом деле функции Python, функции Kotlin, функции GC, все функции работают одинаково. На самом деле, вот эти люди, которые задают эти вопросы, они не знают и не умеют работать с функциями. Всего лишь. Они их просмотрели. А что я сказал в школе? У вас должно отлетать, чеканится три вещи. Первое. Вы должны по взгляду считывать параметры. Без этого документации не будет. Чем вы будете размышлять? Параметры функции. То есть то, что в скобочках. Второе. Вы должны... Второе. Вызов функции. То есть по взгляду. Переменные параметры. Это то, чем мы будем размышлять. Должны видеть в коде сразу. Третье. Это исключения основные при работе с функциями. Вот здесь четко понятно, что человек не понимает, где считывать параметры. То есть какие аргументы должны быть переданы, обязательно они или нет. Иными словами, загублена работа. Таких исключений куча. Они одни и те же. Проблема здесь одна. Человек пробежал Python. Ну, это его дело. Разве это программирование? Таких исключений не должно быть. Вообще. Разве это программирование? Искать исключения, то, что человек просто не знает Python. Это плохо. Ребят, так не надо делать. Делайте, как говорит Бовсыновский. Поехали дальше. Ребят, вот я сейчас дам одну рекомендацию. Вот куда вы торопитесь? Быстрее написать сайт? Да ни хрена вы не напишите. На самом деле, если вы просто будете тормозить, вы большую часть времени просто уделите поиску каких-то исключений, при этом не понимая их. Это не метод. Почему? Пришли в школу Бовсыновского, изучаем Джангу, но при этом достигаем лучших результатов по работе с функциями, с классами и так далее. Далее. Наша цель – писать сайты те, которые мы хотим, а не то, что получится. Вы знаете что? Я просматривал книги под Джанга. Сразу оговорюсь. Я не ругаю авторов. Я не призываю вас не читать книги. Но я четко понимаю, как составлены книги. Единственная ценная книга была лет 10 назад – это «Головатова», где была какая-то вариантность. На самом деле, современные книги пишут люди, в основном которые год-полтора с Джанга работают, по сути дела не понимая документации. Они выучивают какой-то один способ и где его показывают. При этом объяснения в книге, как правило, никакого нет. Есть определенное приложение. Далее автор расписывает, например, модель и пишет «Это делает то-то, то-то, то-то». Но на самом деле это не знание, это просто повторение. Это называется загнать читающего в рамки. Почему? Потом начинаем смотреть сайт и видим одни и те же исключения. Отлично, загнали в рамки. Вправо-влево ходить не можем, документацию не читаем. Хотя авторы, как правило, не объясняют, но дают. А вон там документацию, почитайте. Я сам меня ни хрена не понимаю, правда, но вы почитайте. А вот Бовсуновский понимает, Бовсуновский научит. Что от вас требуется? От вас требуется потом довести до профессионализма. Не потом, когда-то, а после уроков написать 5, 10, 15 приложений. Но чтобы вопросов не было. Вы споймаете себя на мысли, пока вы не начнете размышлять. Поехали дальше. В чем отличие моих курсов от книг, от других курсов? По сути дела, это в большинстве курсов делают одно и то же. Я раньше тоже так делал. Ребят, ну признаю, я же 2009 года работаю с Джанго. Я тоже раньше делал, как делают эти авторы. Поэтому я четко этот путь я прошел. Я четко понимаю, вот это так. На сегодняшний день я говорю совершенно по-другому. Наша задача понять варианты. Вот мы сейчас работаем с представлениями. Нам надо понять варианты. Дальше, ниже я расскажу в этом видео. На самом деле Джанго имеет десятки вариантов. Решение одних и тех же задач. Все зависит от конкретной задачи. Второй момент. Мы постоянно должны брать в расчет 4 вещи. Все части Джанго. Мы не можем брать в расчет. Мы работаем с шаблонами. Ой, у меня исключение. Ошибка. Я ищу шаблон. Я правда нифига не понимаю, что там происходит в модели. Я не понимаю, что происходит в представлении. И мне пишут, кто-то там пишет код, что вот так будет работать. Я не знаю почему, но работает и здорово. Ой, я программист. Ребята, это же мучение. Не надо так делать. Давайте разбираться. Поэтому наша задача увидеть многие решения одной и той же задачи. То есть, иными словами, работа с документацией. Я ниже приведу пример. Ваша задача. Еще раз напоминаю. Вот мы прошли URL. Я сказал, ребята, вот мы подробно прошли там 30 уроков по URL. Если вы, я говорю к участникам школы, на данный момент, идя в магазин, прогуливаясь по городу, не можете представить, как бы вы выстроили логику извлечения URL, ребят, садитесь за знания и дальше. Иначе ничего не будет. То, что сказал Буфановский до профессионализма, это должно быть доведено. То есть, когда мы изучаем сейчас представление, проблем с URL, с извлечением у вас уже не должно быть. Это должно быть на автомате. Но ведь вы хотите писать сайты, какие вы хотите, а не что получится. Значит, давайте. Давайте самый простой пример. Вот, чтоб вы понимали. И это никто не использует. Посмотрите код, куча кодных примеров. Будет всегда использоваться один вариант. Например, Джанго имеет только три варианта излечения списка записей. Давайте посмотрим. Ну вот, на практике, ради интереса, посмотрим. В шаблоне. Открываем. Сейчас я это сверну. Откроем. Во-первых, я запущу. Сейчас, пока я приостановлю, чтобы не терять время. Вот, смотрите. Идея такая. Как я говорил, подходит к любым вещам. Я решил показать на примере приложение. Например, модель номер один. Ну, я для вас говорю так. Первая модель. Она собирает некие данные. В данном случае, в первой модели размещаются платформы YouTube, ВКонтакте, либо сайт. Вторая модель имеет отношение к автору, либо там его нику. Третья модель контента. Иными словами, таким образом, можно сделать сайт и себе собирать информацию по изучению Джанго. Можно усложнить. Но мы сейчас говорим о том, что, например, мы написали представление, самое простое, да, в данном случае. Вот, нас интересует, мы будем разбирать дальше подробно. Но сейчас нам надо извлечь данные шаблона. Давайте посмотрим шаблон, лист. Это видео, сразу говорю, для участников школы, которые уже прошли уроки. То есть, этот код они представляют. Иными словами, брать, если for, то в шаблонах это не for Python. Это просто пародия на for. И работает как for Python. Но это не for Python, это for шаблонов. Иными словами, цикл. Здесь простая вещь. Вот это наша переменная. Дальше ключевое слово in. Дальше у нас идет временная переменная, куда сохраняются данные. Она может быть любой, лучше логичной. И слово for. Вот эту, вот эту нашу переменную, вообще, разработчики Джанго, вот даже здесь, задумали три варианта. Вариант номер один. Вот оно работает. Мы можем посмотреть спокойно в документации, лист view. И посмотреть контекст объекта, да. И здесь мы сразу находим метод, конечно же, object list. Вот это все используют. Все используют и все. Вот object list. Сайт про цветы object list. Сайт про компанию object list. Сайт про рыбок object list. И хрен, что поймешь. Везде object list. Иными словами, если вы на него и дизайнер рассказываете, слушайте, ну что это за хрень? Вот что я могу понять с этого? Абсолютно верно. Вот это и есть мощность Джанго. Я могу вбить просто object list. Это то, что делают все. Это, с одной стороны, хорошо, когда человек сам пишет сайт, он понимает, о чем речь. Но больше никто не участвует. При этом я сейчас перейду во вьюху, закомментирую то, что я сам определил, чтобы оно не мешало. И перезапущу сервер. Сейчас посмотрю, может я что-то там не доделал, но в любом случае, вот, пропало, да? Давайте посмотрим, почему пропало. Ну, я вижу, почему. Потому что у меня просто я писал код, и здесь переопределено уже было. Да, вот этому мы будем учиться. Смотрите, сколько вариантов. Это мы тоже закомментируем код сейчас. Мы его поймем позже. Нет, код я скомментировал по одной простой причине, потому что я переименовал. Теперь эти два решения могут вообще существовать отдельно, да? Это мы рассмотрим позже, когда будем уже в уроках. На самом деле, я для улучшения рабочего процесса, мы создали, в процессе будем создавать с вами несколько шаблонов. На самом деле, если посмотреть сейчас внимательно на платформу лист, то да, мы поставили обжиг лист. Но если посмотреть во вьюху, то у нас переопределен шаблон. Мы просто переопределим другой шаблон. И, возможно, у нас сейчас получится исключение. Абсолютно верно. Это для того, во-первых, мы в курсе изучаем исключение. Мы видим в данном случае, что нет шаблона. И при этом мы видим путь по умолчанию. ViewApp2, платформа лист, то есть по умолчанию. Но мы хотим его переопределить. В данном случае надо просто перезагрузить. И когда мы открываем дата, здесь мы поставили обжиг лист. То мы получаем наши списки. При этом мы можем это поведение сделать другим образом. Например, мы можем просто-напросто определить какое-то имя. Например, если вы работаете с дизайн в команде, то, конечно, логично будет придумать человекочитаемое имя. И для этого есть у нас имя этого контекста. То есть то, что будет являться именно переменной. Посему мы можем сюда смело поставить уже вместо обжиги лист переменную. Это уже второй вариант. Придать ей смысл. И тогда те, кто работает с вами в команде, они будут понимать, где происходит то эта выборка. И запустить. И на самом деле запуская, смотрите, ничего не меняется. Но есть и третий вариант. По сути дела, мы могли вообще сделать... Но есть и третий вариант, который, опять же, прописан в документации, где можно читать. Здесь все четко написано. Написано следующее, что мы можем взять просто название модели и поставить постфикс. Вот оно, надпись. Опять же, давайте проверим. Иными словами, все опять банально просто. Опять же, вот этот вариант подходит, когда вы четко переопределяете. То есть зачем он нужен? Когда вы работаете в команде, в которой работает дизайнер. Которые, в принципе, шаблоны понимают, а код не понимают. Им, конечно же, надо читаемое имя. Но я придумал такое. Вы придумайте такое, чтобы оно было понятно. Что выборка идет конкретно с платформ. То есть дизайнер будет по-другому рассуждать. Но если мы работаем только одни программисты, то есть и третий вариант. Мы можем вот это смело закомментировать. И поставить то, что есть в Django. То есть название модели постфикс лист. Иными словами, у нас есть модель. Мы знаем, что Django сохраняет внутри модели маленькими буквами. То есть у нас есть модель платформ. И мы можем просто-напросто здесь заполнить нашу модель маленькими буквами. И постфикс лист поставить. При этом, давайте мы запустим этот пример. Это просто демонстрация. При этом ничего не изменилось. Опять все работает, как вы видите. Чтобы понять, что именно это работает, давайте закомментируем. Видите, оно пропало. Убрали одну буквочку, да? Лист вот опять появилось. То есть три варианта. Если идешь в интернет, то знаете, что офигеваешь. То есть никто не объясняет зачем. Вот человек пишет книгу и пишет. Вы знаете, умножь, да? Пишет вот здесь object list. Object list. S лишнее поставил. То есть, но про два другие варианта не говорят. Никто не объясняет, что... То есть человек пишет, а вот представьтесь, на это смотрит дизайнер. Он в одном посмотрел object list, во втором, и он думает, слушай, Петя, а ты, блядь, у тебя откуда руки растут? Из жопы, что ли? Что ты везде мне понаписывал object list? Как я могу разобраться? Ну, типа такого, поняли, да? Обидеть никого не хотел. Это только маленький пример, сколько джанга имеет вариантов. Согласитесь, это много. Я бы мог вообще по-другому сделать. Я бы мог, понимая джанга и владея документацией в полном объеме, то есть считывая ее. Ведь запоминать ничего не надо. Надо просто разобраться. Я бы мог просто просмотреть метод и просмотреть. Боже мой. А мне надо другая сортировка. Сейчас сходу я бы это сделал. Не отходя от кассы. То есть, я посмотрел, отлично, есть у меня. Что я делаю? Я делаю моментально. Это мне может не мешать. Я могу это раскомментировать. Я могу сразу просто взять, тупо переопределить метод getContextData. Data это всегда много. Name это всегда мало. Что-то одно. GetContextData. То есть, контекст. Мы с вами далее будем изучать контекст. Иными словами, контекст это связан с показателем. Меня когда-то именно это пробило на JavaScript. Потому что там совершенно иное понимается под контекстом. Иными словами, здесь я мог бы просто назначить переменную контекст вот этому шаблону. И сразу же, не отходя от кассы, переопределить сортировку. То есть, взять и ассортировать их по дате. Давайте попробуем это сделать просто на ходу. Это всего лишь надо разбираться. Один раз разобраться, а потом читать документацию. У меня, дайте я, чтобы не запоминать, например. Мы все это будем изучать подробно. Просто я вам демонстрирую, что джанга намного шире. Ее надо просто понимать и писать можно фантастические вещи. Я могу вот так поставить. Теперь, вот видите, как наша страница. Теперь бац, все. По дате добавления. Вконтакте оказалось первое, гид второе и третье. При этом я четко понимаю, что в данном случае мне вот этот контекст не мешает. Просто он не пересекается. Поняли, да? То есть, вот это называется, вот это я называю на простом примере. Вариантность. Я понимаю документацию, я знаю, что мне сделать. Я могу сделать то, что мне хочу. Надо сортировка. Так, бац, пока. Пока, сейчас, сейчас прямо. Поехали дальше. По моему плану. Это я для себя писал. А я вам рассказываю. Итак. Поняли. Отличие моих курсов в том, что мы сейчас рассматриваем работу с документацией. И наша задача понять вариантность, много вариантов решения задачи. Выбрать наиболее подходящий вариант для решения нашей задачи. И написать код, который мы хотим, то, что мы придумали, а не то, что получится, пока мы лазили там по этому сайту. Ах, вот получилось. Слава богу, на седьмой день получилось методом научного тыка. Ребят, ну это ж не дело, это стыдно. Читаем, еще раз переосмысливая. В этом курсе мы научимся иному. Наша задача понять, какие у нас есть варианты вообще. Я уже показал пример. Выбрать нужные нам варианты, объяснить, почему взял в расчет все части жанги модели шаблы именно он. Он, именно он, потому что, допустим, в последнем моменте нам была нужна сортировка. Зачем нам переопределять тогда имя? Мы выбросили нафиг этот обжиг, который везде одинаковый, потому что, если мы работаем в команде, мы тупо сразу достигли задачи, которая нам надо. Нам больше не надо ничего придумывать. При этом сейчас здесь же присутствуют уже тонкости. Мы о них поговорим ниже, и я вернусь к этому коду. То есть, знаете, что делает большинство людей? Это вообще ужас. Они уже писут довольно серьезные программы, допустим, оконные приложения. А как супер работает, не знают. Это, ребята, ограничить себя настолько, поэтому изучим метод супер. В джанго это имеет значение тонкости. В одних случаях можно применять, в других нельзя. Если дело идет относительно конкретной модели, то мы применяем супер. А если нам надо выбрать, допустим, записи этой модели из платформ, иными словами, вывести по ютюбу все записи, которые у нас сохранены, тут супер не пойдет. По одной простой причине, почему? Потому что мы работаем через поле. Конкретно поле, допустим, сейчас пабличер, который относится к модели платформ. То есть здесь есть тонкости. В одних случаях надо понимать, почему применяется супер. В других случаях мы просто тупо что берем? Мы берем, понимаем, какой нам нужен вариант. Далее просто тупо лезем в документацию. Открываем выборку с модели и берем нужный нам метод, либо пишем свой, ну как правило, и выбираем то, что мы здесь и учились, и то, что мы будем далее делать в представлениях, выбирать и понимать. То есть это сам механизм. Именно надо работать в Юпитере. Что дальше? Давайте посмотрим. Наша задача увидеть многие решения одной задачи. Ну ниже я еще пример дал. Ну вот это мы рассмотрели. Джанга имеет только три варианта увеличения списка записей. Вы спросите, зачем? Если вы пишете сами, сайт больше никто. Ну то, что я объяснял, да. А если пишете командой, да, то уже, по сути дела, там бы модель подошла. А если с вами работают дизайнеры, то понятно, что надо имя придумать, чтобы дизайнер его понимал. Или человек, который работает с шаблонами. Иными словами, ребят, все здесь просто, в Джанга все банально просто, надо понимать, все работает на одну идею. Вот задача веб-разработчика. Если вы будете крутиться вокруг этой вот именно парадигмы, да, то у вас все получится. Первая задача веб-разработчика какая? Создание модели, поместить все это в базу данных. Как только объекты, наши записи, я называю объектами, попали в базу данных, все, они там наши. Следующая наша задача. Надо нам извлечь нужным нам образом, как мы в примере сделали здесь. То есть извлекли нужным нам образом и поменяли, допустим, сортировку. И показать нужным нам образом, то есть прописать это в шаблонах. Все просто. Посему, если посмотреть вообще Джанга, то здесь есть методы, которые переопределяют, да, что-то, допустим, getCureSet, getContext, объект на name. Допустим, кересет методы, это работают напрямую с API моделей. Если мы возьмем методы getContext, то слово контекст само по себе говорит, что мы работаем с шаблонами. Это надо понимать. И в одном случае, я же сказал, нам надо, мы пишем поиск, например, нам надо вообще указать, что в поиске убрать заглавные буквы, что выбирать там по первому слову. Иными словами, там в любом случае один алгоритм. Но это еще не самое главное. Давайте, что я тут подготовил. Следующий момент. Сам по себе Джанга разработчики подготовили так, что все эти методы имеют поведение по умолчанию. Мы можем, изменяя эти методы, заменить его частично, либо вообще поменять полностью. Частично это иными словами, допустим, поменять. Записи столько же, только сортировка изменена. Либо вообще изменить полностью. Если вывести не 100 записей, а 3 и по определенному числу и так далее. То есть у нас куча вариантов. Для этого, вот то, что мы начинаем работать, мы будем работать с исходным кодом. Не книги надо, не в книгу лечь, а понимать исходный код. Чтобы понимать исходный код, есть курс Python. Я сказал, функции должны отлетать. Почему? Потому что 3 месяца. Ребят, ну не доводите. Я сейчас просто таким матом заору. Когда смотришь курс, 3 месяца, и вы устроитесь на работу. Я после университета человека не взял, потому что у него каша в голове. А тут после курсов. Ребят, запомните. Вам надо с функциями поработать хотя бы недели 3. И тогда раз навсегда вы решите вопрос. Почему? Чтобы работать дальше, поняли зачем. Это не намек. Это конкретно. Вперед пошли учить функции. Если вы открываете исходный код. Давайте посмотрим. Если вы открываете исходный код. Не то открыл. Вот мы видим. Я учусь этого Рассел Кейта Маги. Это потрясающий программист. Вот у него просматривать. Если вы открываете исходный код. И вы не знаете функции. И смотрите как баран на этот код. То извините ребята. Надо всего лишь было разобраться в функциях. Что здесь может быть непонятно после того, как мы изучили функции. Непонятно новичку, который не знает функции. Куда смотреть. Все правильно. А смотреть вообще-то ведь все просто. А что нам смотреть. Да нам надо вообще вот этот метод смотреть. Мы решили его переопределять. Давайте посмотрим, чего там вообще есть. Ну и смотрим. Вот метод по умолчанию. Дальше. Ну что здесь сложного. И в Sales Curse. Дальше. Вот написано. Выводить все объекты. Ну сложно. Надо один раз разобраться. Открываем выборку объектов. Смотрим. Действительно. Есть такой метод. Он выводит все объекты. Действительно. Когда мы писали даже наше приложение. Мы это увидели на практике. Потому что у меня три объекта. Они все выведены. Вот это поведение по умолчанию. Мы теперь поняли. Его надо. Это мы можем его переопределить. Здесь мы видим. Опять же идет указание. Что Default Manager. Иными словами. Object. Дальше. Выводит исключения. Которые есть. Поехали дальше. Все методы. Которые здесь есть. Да. Включают. Они все здесь прописаны. В исходном коде. Ну. Погенация. И так далее. И так далее. Вот мы с вами переопределяли. Только что. GetContextData. Да. Мы смотрим по умолчанию. Давайте посмотрим. Что здесь у нас есть. Иными словами. Контекст. Объект. Self. То есть. Выводит. Керусет. Да. Объект. Дальше. Смотрим. GetContext. Объект. Name. Иными словами. Если мы возвращаемся сюда. Вот мы с вами. Первый вариант. Переопределяли. Да. То есть. Он пишет. Контекст. Объект. Name. То есть. Имя объекта. Имя объекта. Имеется ввиду. Что. Имя. То. Что представляет список. Имя объекта. Дальше. Присваивается значение. По. Сельс. То есть. Прямой доступ. Чувство. Мы можем его переопределить. Здесь написано. Контекст. Объект. Name. Да. Вот оно. GetContext. Объект. Name. Вот этот метод. GetContext. Объект. Name. Name. Далее. Если мы открываем метод. То. Мы видим легко. Контекст. Объект. Name. Вот оно. Она переменная. Вот мы ее написали. Для этого надо просто начать работать с документацией. Но. Здесь есть одна преграда. Преграда заключается в следующем. Для этого. Надо четко было считать. Считывать. Как я сказал. Как изучать функции. Давайте. Чтобы не были. Были. Было правильно. Хотя говорил. Да. Первое. Функции и метод. Это одно и то же. За исключением того. Что. В методе. В данном случае метода. Есть первый аргумент. Self. Иными словами. Так как класс. Это новое. Он не знает. То мы ставим self. Он обращает. Там много функций. Но первое. Одна из первых. Это. Указывает на область памяти. Да. И. Принадлежность классу. К этому. Конкретно. Так вот. Но. Все. Что касается. Исключений. Все. Что касается. Самих параметров. Это полностью работает. Как функции. Сам класс. Пайтон. Также. Что касается. Исключений параметров. Где. Что они указали. Тоже будет работать. На основе функций. Почитайте документацию. Там четко написано. Классы. Составлены по принципу функций. Единственное. Что это уже другой объект. Итак. Что мы можем здесь понять. Мы здесь. Легко. Можем считать. То есть. Объект лист. Не существует. Почему. Правильно. Потому что. Мы можем указать. Несколько вариантов. Далее. Здесь указывается. Что. Словарей. И. Обязательный. Параметр. То есть. Это вот. Новое введено. В Жанга. 3. 3. 8. 3. 9. Откройте. Посмотрите. Мы это проходили. Это я не буду говорить. Чтобы вам было интересно. Иными словами. Поехали дальше. Вы идею поняли. Мы будем опираться на документацию. Я хочу чтобы вы понимали в документации. Вы лезли в документацию. Не в документацию. А в исходный код. Понимали что здесь происходит. Его надо начать читать. Для того чтобы читать. Ответ какой. Все начинается с функции. Где. Три вещи должно происходить на автомате. Вещь номер один. Считывание параметров. Должно быть на автомате. Посмотрели. Посмотрели. Что мы должны считать. Правильно. Обязательный позиционный параметр. Куда должен быть передан обязательный позиционный аргумент. Все. Считали. Это и есть в конце концов параметры и переменные. То чем мы будем размышлять. Если мы не понимаем. Значит размышлять нам нечем. Мы себя лишаем. Мы тыкаемся. Второй момент. Вызов функции. У нас должен быть на автомате. Третий момент. Это исключения связанные с работой самих функций. Их немного. Вот это одно из заключений. Вот здесь. Отсутствует один позиционный аргумент. А их передано на два. Ну перебрал. И тут написано конкретно где это. Но человек не понимает. И он начинает искать нечто там. Хотя здесь четко показано. Здесь. А это мы в URL разобрали. На самом деле. Вот все пишут. А свив. А зачем пишут? Зачем вы пишете а свив? А хрен его знает. Вот так написано. А что здесь написано? Назови меня. А вот правильно. Назови меня. Так мало кто делает. Но ведь у кого-то есть свои запросы. А мы с вами разобрались. Что довольно просто. Ведь все что мы переопределяем во вьюхе. Мы могли переопределить в имена с вив. Он для этого и существует. Я отвечаю за переопределение методов. Хочу переопределяю здесь. Хочу во вьюхе. Просто. Просто. Ну. Здесь человек что сделал? Почему вот это исключение вышло? Потому что он не поставил скобки. Мы с вами рассматривали там пример. По одной простой причине. Что получилось два параметра. Это джангер рассмотрел не как собственный метод. А как атрибут. Ну. В общем. Грубо говоря. Человек ни хрена Python не знает. Вот и все. Вся проблема. Поехали дальше. Ну. GetContextData. Мы с вами только что посмотрели. Что можно было сходу. То есть. Здесь другая фишка. И отличие от любых книг. Да. В книге. Вы посмотрели. Вот допустим. Есть. GetContextData. Да. Он делает то-то. 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 Ведь это не объяснение. А я вам сколько вариантов привел. Всего лишь одно решение задачи. Наверное. Надо разобраться в вариантности. И подобрать то. Что. Каким мне путем решить. Или я буду выучивать какой-то алгоритм. Который автор не особо понимая дал. Да. А потом. Пытаться в этих рамках тиснуться. Выбирайте сами. Уж извините. Поэтому изучение какого-то одного варианта. Это вы себе ставите в рамки. Единственный путь который у вас есть. Это без понимания. Потом искать некие исключения. Тут на самом деле Пайтон надо знать. Все просто. Эти примеры мы все разобрали уже в URL. Поехали дальше. В данном случае я дальше объясняю. Для вот этого изучения. ListView. DetailView. Придумал такое представление. Иными словами. У меня есть определенная платформа. Куда я буду. Допустим. Я хочу собрать знания для себя. Первая модель у меня платформа. Вторая модель автора. Я могу указать имя, ник или так далее. И тут что там я написал. Картинку. Персональный сайт и так далее. Третье. Контент который будет относиться. Дальше мы Markdown еще вставим сюда. То есть какие-то поля. Которые относятся к контенту. По сути дела так может быть составлено абсолютно любой. Это может быть головной офис. Это может быть головная фирма. Это может быть магазин. И далее люди. То есть примерно так будет крутиться. Только модели. Так вот. На самом деле. На самом деле. В данном случае я просто не хочу. Это будем в уроках рассматривать. Я мог бы решить все задачи. Не только к кем-то одним. Я мог бы получить один и тот же результат. Переопределив GetCureSet. То есть работая напрямую с API моделей. Я мог бы такой же результат получить. Переопределив работая только уже с шаблонами. И вообще я мог бы получить третьим. Я бы мог. Я бы мог. Переопределить стандартный менеджер. Вот в данном случае стандартный менеджер. Он у нас здесь был уже затронут. То есть в данном случае у меня идет. Модель платформ. Далее идет ключевое слово Object. Иными словами это и есть стандартный менеджер. Иными словами мы это и видели в документации. Где. Сейчас не буду искать. Где четко было прописано. Что использовал стандартный менеджер. Я могу переопределить. И вообще сделать. Чтобы менеджер выбирал определенное количество записей. Которые нужны мне. То есть уже на данный момент я выбрал целых три варианта решения одной и той же задачи. Вопрос. Насколько мне это будет удобнее. И что я хочу получить следующим шагом. То есть поняли как надо делать. Далее возникают тонкости. Тонкости. Они все написаны. Но в джангодокументации здесь не написано. Понимаете. Она написана для программистов. То есть учитывая то что человек Python владеет уже от и до. Иными словами. Здесь будет написано следующее. Когда вам нужно. Например. Так. Чтобы вы поняли о чем я сейчас говорю. О чем я говорю. Возьмем например пример какой-то. Да. В одном случае мы применяем метод супер. Да. GetContextData. Мы применяли. Да. А в другом случае мы просто применяем определенную запись. Да. Вот смотрите. Кересет. Пабличер. Объект. Аль. Да. Объект. Аль. То есть здесь идут сразу тонкости. При этом документации указаны. Когда идет допустим метод супер. Там четко прописано. Но прописано для программиста. Когда вы хотите. Используем супер. Используем GetContentData. Когда мы хотим. В отношении конкретной модели. То есть супер он всплывает как бы автоматом. Да. В ином случае получается на практике это следующим образом. Если у нас идет конкретная модель. И нам надо извлечь из нее данные. Мы применяем супер. Но если у нас идет вариант. Что мы. У нас есть контент. А мы хотим вот этот контент. Излечь. Относительно вот этой модели. Иными словами. Здесь допустим у нас платформа YouTube. И все записи которые мы здесь сохраняли. Контент. Которые относятся к YouTube. Разных разных авторов. То здесь уже конечно контекст не пойдет. Участвуют две модели. Здесь уже надо. Программист уже соображает. В данном случае. У меня. Мне надо просто выборка. Мне иными словами. Мне надо напрямую обратиться. Использовать API. Да. API модели. Видите сколько тонкостей. Это и есть свобода. Когда ты начинаешь свободно понимать код. Поехали дальше. То есть про тонкости вы поняли. Что здесь на самом деле много тонкостей. Я рассказал. Итак. Что нам главное даст. Рассмотрение лист view. Детель view. Нам в первую очередь даст принцип. Потому что джанга само по себе. Имеет огромное количество методов. Огромное количество методов. Апи. Апи да. То есть одни методы. Что-то детали. Другие создают. Обновляют. Третьи удаляют. Четвертые что-то создают. Пятые создают формы. Но все они работают по одному и тому же принципу. Понимая принцип. Мы можем использовать весь арсенал. Здесь еще куча миксинов. Миксины это примесь. Я про них ранее говорил. Сейчас не буду останавливаться. В последующем. В последующем. Мы изучим целую стратегию написания на миксинах. Иными словами. Если мы можем абсолютно любой кусок кода. Любой кусок кода. Написать. Что он делает. Потом добавить в модели. И то что делает этот кусок кода. Будет происходить в каждой модели. Это целая стратегия. Например. Пандас библиотека. Написано во многом на миксинах. Для чего я даю материал в таком ключе. Для того. Чтобы вы дальше могли самостоятельно. Самостоятельно идти. То есть. Вот такой подход дает возможность. Далее развиваться самостоятельно. Что от вас требуется. Мы прошли урок по URL. И от вас там требовалось что. Довести до профессионализма. Абсолютно здесь. Тот же вариант. Надо повторить. Иными словами. Мы с вами пишем приложение. Мы с вами работаем с документацией. С исходным кодом. С метными. И все подробно разбираем. От вас требуется. Первое. Развивать свою систему работы с кодом. О которой вы впервые. Скорее всего. Вообще в своей жизни. Узнали в школе Бовсуновского. Она появилась 17 года. После многих лет. Система работы с кодом. Я сказал. Что у вас. У любого человека. Есть система работы с кодом. А потом. А не понимаю. А ладно. Это и есть ваша система работы с кодом. Если она такая. То через год. Вы писать не будете. Будете кое-как понимать код. Лазить по ошибкам. И так будет продолжаться. До тех пор. Пока вы не измените подход. Если вы работаете. Система работы с кодом. Который в первую очередь. Заключается в работе с документацией. В правильном отношении к языку. Иными словами. Если я сказал. Изучить функции. Так как все подобные языки. Включая Python. Не исключение. Все написано на функциях и методах. То. Не зная функции. То что мы там делаем. Я не знаю. Но конечно. Есть такие. Ребята. Которые говорят. А можно изучать. Жанга не изучая Python. Ну конечно. Можно. Но. Ваша участь. Будет. Это. Вот этот сайт. С исключениями. Что происходит. Непонятно. Но. Если работает через неделю. Это уже здорово. Это неправильно. Ребята. Вы так программистом не станете. Вы будете просто напросто. Мучеником. Собственные глупости. Почему? Система работы с кодом. Это первое. То что нужно. Если мы работаем. У нас система работы с кодом. Правильная. То. Наш код. По мере. Через 2-3 месяца. Становится нам понятным. Иными словами. Смотря на каждое. На каждую строчку. Мы понимаем. Что происходит. Мало того. Мы можем это найти в документации. Например. То что. Бовсиновский постоянно проделает. Если мы работаем. URL. То я четко понимаю. Куда мне залезть. Я четко понимаю. Что мне надо диспетчер. И если мне надо посмотреть. Подсмотреть кусок кода. Если мне надо. Работать. С. Выборкой. Объектов. То я четко. Быстро понимаю. Где мне это посмотреть. Я. Не запоминаю. Хорошие программисты. От плохих. Отличаются. Всего лишь один. Хороший программист. Умеет работать. За документацией. Знаешь. Где что найти. И как это использовать. Плохой программист. Это просто человек. Который лазит по Google. И копирует чьи это ошибки. Это неправильный подход. В данном случае. Я также. Вам не говорю. Что надо взять. И перестать лазить по Google. Нет. Просто первично. Должна быть документация. Иными словами. Первый пункт. Системы работы с кодом. В заключается в том. Что то. Что есть в документации. Вам необходимо. Это проискать в документации. Почему это возможно. Здесь причина проста. Код который мы с вами объясняем в уроках. И мы его видим. Мы его кое как понимаем. По крайней мере я понимаю. Вы хоть чуть понимаете. Но. Тогда это дает нам возможность пойти от кода к докам. Да. Но не наоборот. Почему. Потому что если новичок открывает сами по себе доки. То в принципе он смотрит на это как на баран. Дальше подключается очень много мелочей в системе работы с кодом. Это работа с кабанной строкой. Я здесь рекомендую Юпитер. То что мы и делаем. И так далее. И так далее. Почему. Потому что в первую очередь. Если мне надо понять как это работает. То я должен. Я могу это написать. Тогда я понимаю как писать представление. После этого я уже начинаю принимать решение. Что мне надо. Переопределить. Что нет. Как делает новичок. Он пишет что-нибудь. Или где-то копирует. Понятно. Это не работает. Если человек говорит. Я не хочу работать с командной строкой. То программист это не ваша профессия. Потому что любимый инструмент программиста. Это командная строка. Запомните это. Поехали дальше. Заканчивая этот урок. Длинный. Очень возможно нудный. Ну я для себя немножко расписал. Как я буду вести уроки. Это для меня все. А для вас я написал. Вот эти вот. Вот эти вот. Ну теги. Далее. Вы можете посмотреть два видео. Не два. А несколько видео. Первый. Вот здесь видео. Одно уделено. Два подхода в изучении джанга. В принципе. Выберите сами. Либо вы. По одному идете пути. И становитесь профессионалом. Либо по другому. При этом я вам говорю. Когда мы проходим уроки. Допустим по вьюхам. То напишите 5-10. Надо недели. Возьмите неделю. Но писать приложение. Вы должны. Именно после этих уроков. Без проблем. У вас постоянно. Должно быть. Вы ориентироваться. На. Полностью на джанга. На модели. На представление. На URL. То есть все в пути. Вы просто. Берете все внимание. Принимаете решение. И пишите код. Доведите это. Не спешите. Не торопитесь. Я все скажу в уроках. Что делать. Но доведите до автоматизма. Тогда сайты будут любые. Какие хотите. У вас. Следующий момент. Заканчивая. Да. И второй. Ну. Почитайте. Там второе видео. Там. По Python. В принципе. Подходы в изучении. Итак. Я надеюсь. Вы поняли. Что я сказал. Вот кому это интересно. Вперед. Я. Не хочу. Вам. Кому-то понравится. Просто я. Мне правильно жена сказала. Говорит. Слушай. Вот. Такое интересное. Тебе. Предлагают. Мне зачастую. Предлагают. Где-то на курсы. Пойти. Преподавать. Я пока отказывался. До сих пор. По одной простой причине. Потому что посмотришь план. Говорю. Ребята. Вы же хотите не научить. А занять. Просто чем-то. Грубо говоря. Содрать деньги. И занять. Якобы программированием. То здесь. Моя задача. Вам дать. А ваша задача. Все это. Довести до автоматизма. Потом мы пойдем дальше. Это всего лишь маленькая толика. Но смотрите. Сколько можно рассказать. Хотите стать профессионалом. Становитесь. Потому что вот тут. Вот этим курсом. После стольких лет. Наверное. После 13. Вот это я цену знаю. Если брать какую-то книгу. Или там какой-то курс. Где кричат за 3 месяца. Мы вас научим. Там Жанга. И дают там. Знакомство с моделями. Да. И там. Пишут. Примерно. Если вы увидели. Что на курсах. Где вы. Учитесь. Да. И вам. Говорят. Примерно. Сейчас. Секунду. Примерно. Говорят следующим образом. Вот я. Вот у нас код модели. Да. Эй. Модель делает то-то. 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 Почему она делает. Никто не объясняет. Запомните. Перед вами человек. Который с Жангой знаком. Примерно год. Это чайник. Он ничего не знает. Второй момент. Вас точно обманули. Вы ни хрена не научитесь. Третий момент. Если вы хотите быть программистом. Вам надо всего лишь две вещи. Первое. Вам нужна своя система работы с кодом. На которой вы будете работать. И осознанно. Пока это не станет привычкой. Второе. Вам надо учиться работать с документацией. Это и даст система работы с кодом. Третье. Вам надо вариант. Вы должны понимать Жанга. Жанга не надо запоминать. Жанга надо просто понять. Как оно работает. А дальше работа с документацией. Все. А если вы будете и далее слушать. Что какая-то модель там делает то-то. 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 А почему она делает. Никто не знает. Ну правильно. Потому что что. Новичок не задаст вопрос. Он же не задаст вопрос. А что если у меня дизайнер. Я собираюсь набрать. А что мне делать. Ну что. Если вам говорят. Вот так примерно. Пишите. Object list. Да. Где там написали. Ну вы поняли. Да. Пишут. Для всех приложений. То ребят. Ну. Перед вами полный идиот. Поверьте мне. Сам когда-то таким был. Таким было лет 8 назад. Все. Давайте. Сайт spb-tu.ru Все в ваших руках. Запомните. Продолжение следует. Продолжение следует.